Здарова народ, с вами Кит, мы возвращаемся к герцогу Радославу и его герцогству Тридам, которая у нас с вами довольно-таки неплохо выросла во время первой серии. Но настало время расширяться дальше, и первой нашей жертвой с вами станет граф Баранемир, потому что я успел между сериями сделать на него претензию, поэтому объявить ему войну будет несложно. Но есть малюсенькая проблема, заключается она в том, что у меня тогда не хватит возможности, и, верно, не хватит престижа для того, чтобы призвать союзников, а без этого я, скорее всего, ему продую, потому что у него довольно много профессионалов, чего не скажешь как бы о моей армии, у меня больше ополченцев. Плюс территория находится как бы в лесах, это очень непростая сетьевина. Нам бы необходимо что-нибудь сделать для подъема престижа, к сожалению, для этого ничего нет, только вот охота, но и нужны нам с вами еще деньги, к сожалению. Герцогиня опять беременна, кстати, да, она успела родить еще одного ребенка, но в этот раз гениального, между прочим. Так что можно будет как-то заключить союз с помощью этого ребенка. Плюс я сделал договор об обороне, который дает мне новый союз вот с этим небольшим графством на полторы тысячи человек. Да, графство реально маленькое, всего лишь с двумя как бы графствами, по сути, и у них полторы тысячи, ну почему бы и нет. Мне как бы тоже, вернее не можно, а нужно все это дело расширять, то есть тоже делать себе армию побольше, потому что финансы более-менее позволяют их содержать. Ну, не в военное, конечно, время, а вообще. Ну, а что-то как-то я этот, коплю деньги, они все равно на что-то у меня уходят. Как мне кажется, на что-то важное, ну, учитывая мои, как бы, военные запросы и желание воевать, соответственно, нужно все-таки расширяться. Так, у меня здесь, да, еще мятежный вассал, который мне выдвинет ультиматум через 22 месяца, то есть реально нужно поторопиться, ну, с вами с охотой. Опа, все, фракция распущена, видимо, я улучшил, как бы, мнение этого товарища, и он решил распустить свою фракцию. Спасибо на этом, вот, реально, спасибо. Очень подсобил, здесь у нас 2000 человек, все это не нужно. Так, когда у нас там с вами будет охота? Я не помню, сколько нужно монет, еще 4 монета, то есть совсем чуточку нужно подождать, и мы с вами, все, можем созвать охоту, можем получить денег и, конечно же, снизить стресс, который у нас довольно-таки серьезно, ну, влиял, по крайней мере, он просто был второго левела, и сейчас более-менее у нас с вами понизился. Охота, любовники, вокруг постирается лес, я настигаю добычу, хитрый лис медленно, но вероятно приближается, и вдруг зверь пугается и уносится прочь, что же его так напугало? Я осторожно приближаюсь и с изумлением вижу, что Анелис и Пшемыслав сплелись на земле в страстных объятиях. Мой рыцарь и мой тайный советник. Так, тихонько отойду, ничего не было. Мы узнаем их секрет, какой позор, прекратите немедленно. Нет, раскрывать мы такое не будем, потому что нам оно как бы с вами не надо, это их проблемы, не мои. Так что, пока, продолжаем нашу с вами охоту. Так, а, ну это все, охота подходит к концу, мы седлаем коней, вскоре лес остается позади, а небо тем временем начинает темнеть. Несмотря на все сложности, охота прошла хорошо, в итоге мы с вами без денег остаемся, естественно, но у нас с вами появляется престиж для объявления войны и призыва союзников. Так что все отлично, и еще одно графство мы с вами захватим, и мы как бы до лимита дойдем, поэтому нужно будет после следующей прокачки дипломатии уходить уже на родное поправление, чтобы большим количеством графств владеть, по сути так. Что-то я здесь немножко туплю, нужно сразу призывать себе союзников. Давайте посмотрим, есть граф, сколько будет стоить он, 75, и будут по 150 стоить герцоги. Итак, посмотрим по мощи, то есть 2 300 у нас здесь есть, то есть ближайший союзник, полторы тысячи у графа, ну и там угла двух тысяч у этого товарища. Призовем все-таки герцогиню, да, это подороже, но она прям близко, так что она будет нам с вами повыгоднее на самом деле. Быстрее доберется, да и с ней мы как бы уже одну войну выиграли, с ней память не изменяет. Так что призываем ее, она сейчас подсобит, у нее никаких войн нету, ну, кроме той, в которой участвуем мы. Родился еще один сын с понятливостью, то есть я с женой не прогадал, она родила мне, во-первых, тонну наследников, а во-вторых, эти наследники, как видите, очень неплохие, то есть у каждого есть понятливость, гениальность или интеллект, это очень хорошо. О, Звенислава, ты была такой храброй, такой сильной, словами не описать, как же я люблю тебя, и теперь ты родила нам чудесного мальчика, пусть будет Мирослав, ничего против не имеет. Неплохое имя. Под ударами бича графиня встречается со мной глазами, наверное, в 20 раз за вечер, я знаю, что это не игра моего воображения. Даже с другого края стола ее взгляд обжигает, как полуденное солнце. Она желает меня, и боюсь ее, или всему виной ее муж, граф Дитрих, или я боюсь того, что могу сделать, не знаю. Это, кстати говоря, мой вассал, так, ей 53, серьезно, серьезно, когда все заснут, графиня будет моей. Так, все знают ее грешных мыслей, а графиня теряет обо мне мнение, получает модификатор гулящая девка на 15 лет, да. Ей к тому времени, когда все это закончится, уже будет не до этого. Ну и герцогиня моя жена как бы улучшает обо мне мнение, либо же мы просто забьем на эту самую графиню и получим благочестие, почему бы и нет. Хотя благочестие мне в данный момент тратить просто-напросто некуда, потому что война сейчас идет исключительно между, как бы сказать, людьми того же вероисповедания, поэтому на все это наплевать искренне. А мы пока что идем оббить морду, куда получается, что это у нас за территория холмы? Битва в холмах, на которую мы не успели с вами, к сожалению, ну ничего, серьезно. У нас больше солдат, но судя по всему это не поможет, даже мой союзник не поможет, но здесь и командир крутой, и все у них вообще шикарно. Себя, естественно, отправлять я не буду, я не дурак. Гости, к сожалению, я не нанял, потому что, ну это дичайше дорого. А все, надо воевать, если мы здесь не преуспеем, это будет жесть. У него хорошие, как бы, бонусы, но этого, да, не хватает, как я и надеялся. Мой раненый рыцарь и командир, у нее, ну, боевые, как бы, доблести уже нету, потому что ранения дичайшие, серьезные. Ничего нельзя, к сожалению, с этим поделать. Ну а мы пока что заканчиваем данную битву и идем нападать, нет, не идем нападать на графство. Они тут решают захватить нечто иное, но, в принципе, это неплохой вариант, потому что, если пойти слишком далеко, они могут захватить что-то из моих территорий. Тем временем, мой раненый управляющий страдает от ран, его плоть распухла, и он испускает зловоние. Мы, к сожалению, ничего с этим поделать не можем, управляющего, конечно, жалко, но не то, чтобы прям велика потеря. Хотя, на самом деле, велика, потому что других-то у меня людей нету, к сожалению, на замену. Ну и по итогу мы без особых проблем, в принципе, данную войну выигрываем, получаем себе уже пятый домен. Это очень хорошо. Армию, естественно, распускаем, баблишко начинаем получать, правда, начинаем получать немножечко меньше, чем было до этого, к сожалению. Естественно, еще одна территория, которая как бы неплохая, безусловно, но, к сожалению, толку от нее мало. Но, опять же, из низкого контроля у нас с вами, само собой, отвратный просто маршал, который вообще ничего не может, ну, быстро, типа, восстанавливать контроль и так далее. Поэтому по 10 лет он может восстанавливать контроль в одном небольшом графстве. Это просто сраное разочарование. У меня были хорошие кандидаты, типа, на рыцарей, которых я мог бы и маршалом назначить. Но это были женщины, а женщины не могут служить маршалами в совете. И это как бы немножечко печально. Управляющих так вообще у меня нету. Только мой рыцарь, у которого как бы ноль в управлении. И его максимум это немножечко дипломатии. То есть, ну, как бы управленец из нашего канцлера тоже не выйдет. В общем, ни туда и ни сюда. И в идеале, на самом деле, отдать эту территорию, хотя она слишком хорошая, как мне кажется. Наверное, отдать лучше вот эту. Найти себе какого-нибудь управленца худородного. Это уже как бы не особо важно. И у нас будет хоть какое-то управление. Хотя, в идеале, я потратил бы эту территорию скорее на маршала. Блин, он и управленец, и маршал. Вообще, вообще красавчик. Просто это быстрее восстановит наши территории. И это будет гораздо выгоднее, чем просто иметь неплохого управляющего. Да, наверное, так и сделаем. Нового маршала себе возьмем. Это будет в разы лучше. Ну, то есть, мы существенно ускорим все это дело. То есть, сейчас 5 лет для того, чтобы восстановить втрое у нас с вами порядок. А здесь осталось восстанавливать всего 30%. 5 лет. Это вообще ужас какой-то. Назначим вот этого вот товарища. И давайте посмотрим. Срок скрепился на 2 года. Да, кажется, не так уж и серьезно. Но лучше, чем было. Это как бы факт. Можем тайного советника назначить. В принципе. А кто может заменить его как бы на этой роли тайного советника? Мой придворный может. Кстати, давайте. Тебя назначим сюда. Тайным советником простого моего придворного. И вот как бы у меня уже сложился пазл. И все по сути работает. Кстати, да. Нужно запретить некоторым моим товарищам быть естественно рыцарями. Да, рыцарей будет меньше безусловно. Но зато никто здесь не будет рисковать своей задницей. Что очень и очень важно. Итак, мы с вами вкачиваем воспитание правителей. Для того, чтобы дети были еще более гениальными. И уходим с вами в управление. Потому что нужна меритократия. И скорее всего я уйду в архитекторы. Потому что предел доменов. Народное мнение. То есть без крестьянских восстаний. И всего этого дела. Шикарненько. И пойдем на это в богатство. Потому что деньги нужны. Просто ужас. Из-за нашей щедрости, если не ошибаюсь. Да. Да, мы тратим 10%. А так с богатством мы просто это все дело компенсируем. И все. А бабло черт знает куда. Тратиться не будет. Будем получать больше. Ну и соответственно я смогу наконец-таки увеличить количество своих профессионалов. Чтобы немножечко получше нам здесь с вами сражаться. Так. Всю зерену объявили войну. Король Родовит под атакой герцогини Ингрид. Она один из его вассалов, если не ошибаюсь. Да. Вот здесь она находится. В союзе с соседним герцогством. И за что они объявили войну? Это интересно. Война за свободу. Хотят освободиться от Реданий. И это вполне возможно, потому что у него нет союзников. У него 6000 человек. Если вассалов будет достаточно, они вполне могут его убить, так сказать, просто количеством воинов. Тем более там молодой правитель, который недавно взошел на трон. Кстати, его убить довольно-таки легко. 55%. То есть еще три соучастника. Были бы у меня несколько лишних сотен монет. Я бы сам, в принципе, его прищучил. Хотя он интеллектуал, казалось бы. Отчасти именно поэтому все-таки стоит себе в признании династии, ну вот как бы в ее величие, вкладывать все-таки естественный ужас. Зловещая репутация. Вот она определенно нужна всем великим династиям, потому что хоть немножечко, но естественный ужас поможет сглаживать самых таких слабеньких вассалов, которые без этого ужаса, в принципе, могли бы объединиться и дать вам в бубен. А так не дадут. Главное, главное, чтобы на моей территории они не воевали, и тогда все будет нормально. Иначе я сам встану и дам им в бубен. Каким-нибудь образом. По итогу мой самый первый вассал, которого отдал мне предыдущий король, умер. И как бы его территории развалились на два графства. Один из этих, вернее графинь, имеет 15 дипломатии, а вторая имеет 19 в управлении. То есть мне вместо одного хорошего вассала подарили сразу двух, что просто потрясающе. Они обе, естественно, хотят заседать в совете. А я-то и не против. С их-то навыками это просто потрясающе. Да, Пшимыслав будет немножко недоволен, но кому не наплевать, когда у тебя управленец на 19 появился. Это просто шикарно. Осталось лишь запретить им воевать. И все будет просто шикарно. Я сохраню таких просто потрясающих слуг у себя. На довольно длительный срок мне, по сути, осталось... А, да ничего не осталось. У меня все здесь отлично себя проявляют. То есть для герцогства это просто отличный совет, я считаю. Жаль, конечно, что мой сюзерен меня сюда не назначил. Хотя здесь 23 против моих 13. В принципе, понятно. Это еще при том, что мне как бы помогают в дипломатии моя жена. Без нее, думаю, было бы, да, совсем печально. А почему же так все ухудшилось? А, да, из-за затворничества, застенчивости вот этого вот всего. В общем, грустно. Мог быть хорошим дипломатом, а получилось, как всегда. Известный изобретатель Генрих явился ко мне с парой крыльев, из дерева и шелк и странным прошением. Всю свою историю человек мечтал, чтобы парить в небесах. Говорит он, я провел расчеты, я докажу, что это возможно, но мне нужно высокое здание, замок, где вы живете. Позвольте мне спрыгнуть с крыши, и за это я поступлю к вам на службу. К сожалению, в нашем разговоре прослышал сын, и теперь он упрашивает меня пустить его посмотреть на полет умудренного опытом ученого. Итак, с 60% шансом мы получим престиж, и к нам присоединится данный товарищ. С 20% шансом он получит отвагу. С 20% шансом наш сын получит отвагу, потом он может умереть. Меланхолию может получить наш сын, ну, в общем, вероятность просто велика. Или же я сам полечу, получу, скорее всего, ученый, ой, получу ученый стресс, либо же вообще ранение или что-то в этом роде. Нет, пусть делает все сам. Он умер, а мой сын, на которого я, кстати говоря, не возлагал особых надежд, что хорошо, получил себе меланхолию. Умеренный штраф ко всему, плюс плодовитость, но это все не важно. Это все, опять же, не важно. Тем временем, у нас с вами наконец-таки появляются бабосики на найм каких-то нормальных солдат. Думаю, это будут у нас с вами стрелки, самое оптимальное, как мне кажется. Плюс можно увеличить количество вот этих вот солдат. Ничего сверхъестественного. Так что плюс две сотни профессионалов. Суммарно у нас будет полторы тысячи солдат уже. То есть можно будет что-нибудь с этим делом, так сказать, придумать поинтереснее. Кстати говоря, вот этот вот товарищ, он как будто жаждет того, чтобы я на него напал, потому что у него здесь два графства. Он воюет как бы с нашим правителем, поэтому он становится очень желанной для меня жертвой. Соответственно, мы как бы с вами подделываем претензию на его территорию, готовимся на него напасть. Да, это герцог, но ненадолго. Очень скоро я сделаю его обычным графом. Сюзерен здесь очень долго воевал с нашими, так сказать, собратьями-вассалами, из-за чего даже наши территории, то есть мои, были здесь несколько раз захвачены, из-за чего просто отвратительный контроль стал. Но зато вот этот вот товарищ сейчас сидит в тюрьме, поэтому без особых проблем, без особого сопротивления, теоретически можно было бы его захватить, но, блин, у него откуда-то остаются хорошие союзники, один из которых, естественно, также сидит, есть еще один союзник, а, ну это, естественно, наш, тоже, тоже наш, как бы, союзник, и чисто теоретически они лезть в это не будут. Но если будут, ну, посмотрим, что из этого выйдет. В принципе, можно сыграть на опережение самому ее по... А, блин, это же герцогство, ее как бы нельзя позвать, потому что, ну, 150 влияния не... Дима на это дело, что, само собой, как бы, плохо. А вот другого союзника позвать они могут, соответственно, мне это может вылиться боком. Если они решат, конечно, это сделать. Так, воевать с ними в лесу, естественно, идея, как бы, плохая. Опа! Почему их стало 1900? Объяснит мне кто-нибудь или нет. Так, срочно нужно призывать, как бы, своего союзника графа на него. Тьфу ты, не нападать, а призвать союзника, пожалуйста. На герцогов просто мне не хватит, естественно, я уйду вниз, а вот на графа более чем хватит, тем более, что граф не воюет, у него полторы тысячи. Этого более чем достаточно, чтобы мне подсобить. Главное, убежать, но убежать мы не сможем, нас прям в салат здесь разбивают. Благо всех рыцарей и так далее я успел убрать, плюс у нас с тобой союз, подруга, почему ты против меня пошла? Так же нельзя, мой раненый канцлер. Почему ты сраный? А, ну да, точно, у меня же новый канцлер, потому что здесь, как бы, вот эти две дамочки подрались, выиграла та, что мой управленец. В общем, неприятно. Ладно, меритократия, золотые обязательства, сборщики нал. Ладно, короче, меритократию. Потом составим приколюху на титул Сузерена, думаю, уже, в принципе, можно, да? Зависит. О, шансы просто потрясающие. Так и сделаем. Ладно, сейчас не до того, мне сейчас нужно убегать. Ну да, мой союзник-герцог решил послать меня нафиг, в итоге набил мне морду. Но, как бы, когда я пытаюсь такое сделать, нифига не получается, к сожалению. Типа мне говорят, что нельзя вставать, типа, на пути двух своих союзников. Так, мои слуги попытаются найти мне врача. Ну, безусловно, нужно, потому что не хотелось бы помирать в 31 год, почему вообще произошла со мной эта долбанная болезнь, абсолютно непонятно. Когда я только-только начал, как бы, веселуху. Так, есть два врача. Ну, лучше есть, безусловно, вот этот вот товарищ. Стоит он полтишок, так что придется посидеть в долгах. Но, но лучше уж так. Соответственно, стало чуть лучше. То есть, он входит в мой покой, тут же я ощущаю отвратительную вонь. Она исходит от сосуда в руках врача. Он сообщает, что это смесь коровьево навоза и трав для компресса. Я с трудом сдерживаю рвотные позывы, когда он размазывает эту кашу по моей груди. В конечном счете, компресс как раз таки то, что мне было нужно. Худше из моих симптомов проходит, и мир кажется чуть ярче. Ну, в общем, облегчение симптомов на год обычно это значит, что болезнь через этот год как раз таки и пройдет. Что, естественно, хорошо. Проснувшись утром и глядя на лучи солнца, проникающие сквозь мое окно, я внезапно осознаю, что впервые за эти недели мне удалось выспаться. Приступы кашля не тревожили меня ночью. В итоге я потерял болезнь, как и ожидалось. Но проблема в том, что я призвал еще одного союзника, потерял престижа, то есть ушел в минус сотку. И вроде сделали то же самое, то есть у этого товарища оказался неожиданно еще один союзник. Конечно, более слабый, чем мой, но этого как бы сейчас более чем достаточно, чтобы дать мне в бубен. Что, естественно, неприятно. Так что нужно как-то пресечь попытки соединиться этих ребят. Надеяться, что вот этот союзник сейчас поможет. Вот мы быстренько этот мега-боевой отряд раздавим вместе, конечно же, пока не пришли, короче, новые подкрепления. И только так как бы у нас здесь все получится, не иначе. Ты была такой храброй, такой сильной словами не описать, как же я люблю тебя, и теперь ты родила нам двух очаровательных малышей. Близняшек сына и дочку. Так, у сына интеллект, у дочки, вернее, у сына понятливость, у дочки интеллект. То есть я не знаю, сколько у меня уже детей, но семеро. Да, семеро это довольно-таки жестко. Осталось придумать им имя, но здесь, конечно, придется мне немножко поискать. О, Филиппо и Алиция меня более чем устраивает. Она с вами продолжается война. По итогу еще мои происки претендовать на престол короля Родовида, естественно, проваливаются, что сильно меня разочаровывает. Придется отступить, иначе, если он все это дело спалит, меня, естественно, могут посадить, а это плохо. Бремя любви я горю от страсти к ней, но герцогиня требует столько внимания и заботы, а это нелегко в такие времена. Она знает, что я герцог и что у меня масса обязательств. И дело я, разумеется, не смогу провести весь оставшийся день синей. Теряет во мне мнение какая печалька. Так, нюх на выгоды. Во время прогулки я слышу крик одного из торговцев, выбивается из общего гула улицы. Приветствую вас, мой господин. Если вам не жаль расстаться с звонкой монетой, мне есть что предложить. Но мне жаль, потому что денег у меня просто-напросто нету. Я в минусах, ничего тратить не хочу, так что отстаньте. Бесполезная трата времени. Тем временем, да, эти ребятки спешат захватить мои территории. Что же будет быстрее? Я быстрее захвачу, но столица все равно пострадает. Плюс они соединятся, как долбанный покемон, что очень плохо. Да. Так, 18-16 дней им осталось. Нам 26 дней. То есть они захватят столицу быстрее, чем я захвачу эту территорию, к сожалению. Плюс в заточении. Мы в заточении. Твою мать, я совсем не подумал о том, что могу быть в долбанном заточении. Да, да, да. Вот это, конечно, облажался я капитально. Минусы того, что как бы ты и твой правитель не воюют. Как раз таки именно в сраном заточении поражение. Безусловно, герцогиня больше вас не держит. Да, можем вернуться, кто спорит. Но мы здесь продули и остались в минусах по финансам. Еле как по престижу. И естественно, мы с вами продули претензию, как я могу судить. Да. То есть была потрачена куча денег и куча престижа просто на одно большое ничего, к сожалению. Ну и как бы мы не молодеем. 34 года нашему персонажу, да, он еще лет 20 стабильно проживет, спору нет. Но все равно довольно-таки опасно. Тем более наш сын-наследник потихонечку уже становится сильным. Скоро можно будет поставить его рыцарем. И, соответственно, случайно, чисто случайно, его убить, так сказать говоря. Она хочет выкупить своего узника за полтишок. А полтишок мне очень нужен, это хорошо. В общем, в общем. Можно будет, короче, убить моего наследника. И, соответственно, сделать наследником уже второго персонажа Кристена. Который, я так понимаю, младше всего лишь на год. Но который в разы лучше, в принципе, во всем. У него еще и садизм есть, что просто божественная вещь. Естественный ужас. Это наше все. Править с таким вот навыком, талантом, как хотите называйте, очень даже легко нам это будет. Кстати, он, кстати говоря, нашел себе жену, нашу сюзерену. Ему еще объявил войну Кайдвен. Кайдвен находится здесь. А, ну все, нас-то, скорее всего, не коснется. То есть мы же как бы не ограничащие со всем этим делом герцогства. Так что не наша проблема. Но, тем не менее, в идеале бы все-таки убить супругу нашего правителя. Иначе он заведет детей и наследников. Зачем оно нужно? Кстати, можно и самого правителя пробовать убить. Опять же, помним, шансы на это дело очень хорошие. Но наследником станет вообще черт знает кто. Какая-то принцесса. Именно что принцесса черт знает откуда. Да, что у нее есть просто претензии. А вот у нас их, естественно, нету. Но претензии, насколько я помню, можно попросить у вот этого вот товарища. Правда, он почему-то не примет. По большей части из-за базового нежелания. Хотя я бы без проблем потратил вот это вот все. Было бы неплохо. Влияния, к сожалению, у меня нет на этого иерарха. То есть как-то найти на него рычаги я тоже не могу. Потому что я не изучал искусство интриг, что разочаровывает. Так что, к сожалению, ничего здесь не поделаешь. Тем более отношения хорошие. Он устрашен. То есть, ну, я больше просто ничего здесь сделать не смогу. Ну и, видимо, из-за того, что у них хорошие отношения, мне как бы титул и не дают. Возможно, если убить моего сюзерена, шансы будут выше на все это дело. И мне с большей вероятностью что-то здесь дадут. Но, опять же, даже можно пригласить подельника. Все как бы отлично. Но, опять же, не хватает немножечко финансов для того, чтобы призвать соучастников. Или здесь соучастники на автомате? Видимо, да, кстати говоря, соучастники здесь идут на автомате. Это у нас Граф, Герцогиня и еще какой-то маленький соучастник. Ну, 70% шанс. На самом деле, неплохо. Если его тайный советник сильно не постарается, то мы, в принципе, с вами успеем убить короля Родавиля V. И у нас все с вами будет не так же плохо. Тем временем я вкидываюсь в, пожалуй, Архитектора. Опять же, как и хотел, на новые домены и народное влияние. Думаю, это должно немножечко помочь. Что ж, давайте все-таки проведем еще одну войну. Все-таки мне хочется посерьезней увеличить наш с вами территорий. Я еще одну претензию взял. Да, при призыве союзников мы с вами опять уйдем, конечно, в небольшой, но все же минус. Но ничего здесь. Так, что, в силу законов державы я не могу объявить ту войну. Серьезно, этот мудак успел поднять этот, как он называется-то, авторитет короны, что ли, да? Да, успел поднять авторитет короны. И я, как бы, ничего с этим сделать, к сожалению, не могу. И фиг мне теперь, а не война. Хотя все нормально, видимо, нужно вступить, видимо, в какую-то фракцию. Или что-то в этом роде. То есть, так, фракция свободы пытается понести авторитет короны. Да, вот то, что нам с вами необходимо. Думаю, вассалы со временем сами вступят в мою фракцию. И мы здесь, как бы, надаем по щам нашему правителю. Потому что он реально офигел. Камон. Я тут хочу развиваться, прокачиваться. А он мне просто не дает. Тем более, что я убить его не могу. Зараза, у него отличный тайный советник, который все прознал. Заявить права на трон здесь, как бы, не могу. Хотя, нет, на самом деле, могу. То есть, надо будет снова попытаться. В тот раз было неплохо, но недостаточно. О, гость. Я могу убить всего лишь одного гостя, который нифига не повлияет. Но стоить будет 50 долбаных монет. Ну, типа, сами видите, шансы силы происков просто говнище, на самом деле. Никто мне здесь особо помогать, к сожалению, не хочет в этих происках. Хотя, было бы неплохо, если честно. Хотя, в этом главный охотник. Ну, если маршал, то это вообще труба. Как бы, я здесь просто был бы в шоколадке. Но, к сожалению, маршал, как бы, против и не хочет. Хотя, мне кажется, такой шанс как-то, ну, слишком огромен. О, доступно наследие династии. Наконец-таки. Можем с вами взять себе, где эта штуковина. Зловещая репутация. То есть, естественный ужас. У каждого члена нашей династии будет плюс 15. Это, кстати говоря, и в происках нам с вами поможет. Потому что, ну, меня будут, как бы, бояться. И все будет отлично. Меньше проблем. Меньше восстаний. И больше согласия, как раз-таки, на участие в происках. Ну, и меньше происков против меня, что самое важное. Так что, подождем, пока у нас с вами накопится естественный ужас. И это нам наверняка поможет. Моё желание заполучить титул Королевства Редания вызвано непростой жеждой власти. Нет никого, кроме меня, кто не сможет нести на себе такую колоссальную ответственность. Даже Король Родовит с заключением самого титула. Не беспокойтесь, господин, я позабочусь об этом. Я получу, конечно, стресс первого левела. Но получу возросшую ответственность с шансом на успех плюс 20. Это, считайте, что 94%. Это просто вау. Это шансы серьезно увеличивает. Хотя, хотя, все еще могут быть проблемы. Опять же, у него неплохой, по крайней мере, был тайный советник, который может мне серьезно подгадить. Но нет, кстати, он сменился на чувака, у которого всего 14 интрики. Так что шансы возросли прям действительно. Взрослеет очередной мой сын, который получит эксцентричного ловкача. Блин, у меня не один. То есть у меня три сына уже повзрослело. А каждый из них получил по второму левелу в своей специальности. Это просто отвратительно, если честно. Но пока что мы с вами продолжаем ждать, потому что ничто никак не продвигается. Я постоянно занимаюсь насущными делами государства, и мне открылось два весьма полезных факта. Каждый из них сулит немалую пользу, но я могу воспользоваться лишь одним из них. Нужно решить, что принесет мне большую выгоду. Поединок учености, где я могу получить очень хороший артефакт к книгу, или вообще интересный старинный артефакт к книгу. Либо же что, получу услугу на герцогиню, либо получу вообще бабла. Бабла у меня на удивление дофига, поэтому я хочу получить артефакт. И, в принципе, артефакт я получаю. Первый для нашей династии ежемесячный опыт за образ жизни управления. Ну, то есть то, что нам с вами на самом деле сейчас нужно, это очень хорошо. Ксема происков. Один соучастник выбыл, но все равно у нас все отлично, потому что я жену начал подстерегать к тому, что она помогала бы мне как раз-таки в интригах. То есть шанс я серьезно так себе повысил. Ну и как бы ждем, что в итоге выйдет из претензии на трон нашего правителя. Если получится, если получится, то у нас с вами все-таки будет претензия на трон правителя, и мы сможем начать происки на этот счет. И думаю, мои союзнички мне в этом плане помогут. В принципе, можно будет как-нибудь, наверное, еще уговорить, тем более бабло у меня уже копится, это очень хорошо. Так что такие вот происки могут нас с вами сулить действительно титул короля, что было бы просто шедеврально для нас для прохождения, ну и самое главное для династии, потому что она все еще безызвестная. Спутник жизни, день турнира, солнце сияет, и турнир, который проводит моя жена, обсуждают даже крестьяне. Все мои рыцари произносят радостные крики, когда герцогиня объявляет турнир в их честь. И мне в кои-то веки нужно просто сидеть и смотреть, но я не собираюсь проторчать на троне весь день. Приветствую рыцарей, чтобы они меня больше обожали, либо получаю престиж. Конечно, получаю престиж, боже мой. Что за дурацкие вопросы? Потому что, ну, среди моих рыцарей, как бы, нету никого из моих придворных. Никого, вернее, из моего совета, что самое важное. Так что, зачем улучшать отношения? Лучше вместо этого получим престиж, который очень важен для войн. Кстати, можно воздать почести этому товарищу, ну, просто так, знаете, для души, для его успокоения. Но, в принципе, давайте так и сделаем. Это застенчивость, получим стресс, к сожалению. Только вот я не помню, чтобы у меня конкретно была застенчивость, но, видимо, все-таки есть. Поэтому воздавать почести как-то не хочется, но и... да. То же самое, если обращение к Сюзерену, обращаться к нему тоже не хочется. Лучше немножечко подождем и посмотрим, во что это выльется у нас с вами. Ну, я сейчас про претензию на его титул. Тем временем, право меча, рыцарь и держава узнали о моем намерении захватить титул Редании. Среди простых воинов нарастает беспокойство. Многие верят, что пришло время перемен. Но врежение нарастает, как они обращаются, рыцарь Сулист и честью Зерен Родовит. Наши воины заслуживают лучшего. Обращайтесь к нашим... обещайте нашим людям, что поступите с ними справедливо и не поскупитесь на золото, и ему меч будет в вашем распоряжении. Придворный врач короля. Конечно. Рыцарь всегда будет для меня на первом месте. Потрачу немножечко престижа и денег, зато получу вооруженную поддержку. Меньше секретности, зато больше шанса на успех. Так, и он присоединяется к проискам, что самое важное. То есть, да, секретность будет дерьмовая, но шансы на успех все еще очень хорошие. Приветствую, мой великодушный Зерен. Мой сын Ульрих в последнее время часто общает со мной, и его интересует, чем занимается управляющий. Если вы великодушно позволите, чтобы юноша проводил больше времени со мной, он наверняка подчеркнет кое-что новое об архметике. Так, мой управляющий и, соответственно, мой наследник. Но ему уже 20. Боже мой, забирай, в чем проблема? Получи слабое влияние на вашего персонажа. А-а-а, влияние хочешь, хитрая ты жопа. Хитрая ты жопа, да? А, ну и по сути я могу схитрожопить. Она будет учить его бесплатно, без всяких услуг, ну, с 80% шансом. Это отлично. Что касается обучения. Не зря мне казалось, что Феличита что-то затевает за несколько дней. Наблюдение становится очевидно, что он добивается лишь одного, чтобы мой сын пошел против меня. Он к тебе больше и близко не подойдет. Я собираюсь выгнать ее из совета. Нет, из совета выгнать ее я не хочу, но, тем не менее. Тем не менее, она больше не наставник, скорее всего. Она вообще была им. У меня вроде был вообще другой наставник. Кстати, у нее управление серьезно так подкачалось. Ну, в общем, он к ней больше не подойдет, что самое важное. Ну, а мы все еще ждем окончания этих дурацких происков. Ну, наконец-то. После многих трудов пора предоставить найденное мной доказательство того, что я являюсь законным наследником державы королевства Редания, наследуя власть через давний династический брак. Встав у меня на пути, король Родавит предстанет обычным узурпатором. 90% шанс, так что вперед. Наконец-то ни у кого не останется сомнений в законности моих притязаний на державу королевства Редания. Хотя отдельные подробности давнего династического брака канули в бездну времени, нет причин сомневаться в его достоверности. Даже король Родавит признает законность моих притязаний, но, естественно, теряет обо мне мнение. Наконец-то все получилось, и я смогу претендовать на Реданию. Кстати говоря, это даже обоснованная претензия, между прочим. Ну ладно, создаем фракцию в поддержку претендента. Естественно, претендент этот самый я. Королевство Редания основываем данную фракцию. Ну будем надеяться, что к мне кто-то присоединится, тем более, что у меня довольно немало так союзов. Я, кстати, еще один заключил с герцогом, у которого 3000 бойцов. Так что вполне, вполне я могу получить этот титул, если соберу неплохую поддержку. Тем временем, мой тайный советник рассказывает любопытнейшие вещи. Он уверен, что мой рыцарь строит козни, ее цель мой капеллан. Так, что ж, все узнают имя предателя, она что-то там потратит. Хороший ли она рыцарь? Дерьмовый на самом деле. Тогда какой в этом смысл? Капеллан-то у меня на самом деле неплохой, но найди еще религиозника, у которого будет ученость 13. Притом, это самый первый религиозник. Просто у меня встречались такие убогие, даже когда я был королем. На это было довольно печально. Ладно, что ж, ну, господа, закончим на этом, думаю, вторую серию. И в третьей мы уже с вами постараемся отобрать себе ряданию, стать наконец-таки королем, и уже двигаться в сторону великих фракций, и создать империю Родовида, которая у нас с вами будет выглядеть как. Давайте посмотрим. То есть, Хингерфорс и Кавир нужно будет захватить, либо же нужно будет захватить Хингерфорс и Кейдвен, чтобы создать как раз таки империю Родовида. Вот здесь мы все это дело видим. То есть, да, все равно придется повоевать, как бы с двумя крупными королевствами и их отжать. Самое интересное, что Тимерия вообще, как бы в этом деле не участвует. Но когда я играл за Туссент, именно Тимерию всегда захватывало Редание. Вот раза два или три они их захватывали, а потом все это разваливалось, потому что было как бы два королевства, Дитул не уничтожал секрадовство Тимерия, и все. И как бы Редание распадалось вновь на два королевства, что было немножечко печально. Ладно, что ж, у меня там все. С вами был Кейд, и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok